Всем привет! С вами канал Техно Мастер. Многим сложно представить жизнь в наше время без наушников, а некоторым без беспроводных наушников. Поэтому мы проведем обзор на самые популярные беспроводные наушники, которые можно купить с Алиэкспресс. Первые наушники, о которых мы сегодня поговорим, дайте-ка мне их, пожалуйста. Наушники от компании Topk, модель F22. Сегодня мы с вами обсудим, какой звук у этих наушников, насколько хватает заряда батареи, каков радиус действия, можно использовать ли их как Bluetooth гарнитуру. Немножко поговорим об управлении и в конце разберем их, чтобы посмотреть, что внутри. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а мы начинаем! Начинаем с распаковки. Два наушника. К сожалению, не написано, какой из них левый, какой правый, но это можно понять об этом чуть позже. Кейс. И микро-USB провод. Также внутри есть инструкция. На английском языке здесь есть некие подробности. Первое впечатление о качестве наушников, что пластик у них дешевый. На каждом из этих наушников есть сбоку кнопка. Чтобы включить их, нужно нажать на кнопку и подержать несколько секунд, пока не сгорятся светодиоды и не прозвучит китайский голос. А нет, английский голос. Находится оно как F22 устройство. Подключаемся. Хочется сразу отметить, что брошюр запасных нет, поэтому есть только те, которые в комплекте. Если как-то они вам не подойдут или будут неудобны, к сожалению, сделать здесь больше ничего не получится. Звук более-менее хороший. Конечно, не стоит ожидать каких-то глубоких басов или такого песочка на верхах чистого звука нет. Этого здесь нету, но есть высокие частоты, есть средние частоты, неплохо слышно голос. Басы, если прям поплотнее вставить, тоже есть. Конечно, не мега-крутые, но слышно. Если говорить про инструментальные звуки, в частности, звук бочки, то он здесь слабенький. Хоть услышно, но, увы, не так хорошо, как хотелось бы. И еще такая деталь. Периодически бывает слышна какая-то небольшая рябь, которая передается то ли с низкими частотами, то ли со средними частотами. К этому, в принципе, привыкаешь, оно сильно не мешает, но вот где-то что-то такое есть. Просто имейте в виду. Хочу вам сказать, что уже до начала этого обзора я слушал несколько треков в этих наушниках подряд, и нет такого, что там уши устают или неудобно. То есть слушать достаточно комфортно. Конечно, нет этого шикарного звука, как на некоторых серьезных наушниках, но, тем не менее, за 997 рублей очень даже неплохо, на мой взгляд. Управление этими наушниками достаточно простое. Одним нажатием мы нажимаем паузу, вторым нажатием запускаем плей. Нажимаем два раза подряд. Громкость на правом наушнике прибавляется. На левом наушнике убавляется. И чтобы переключить трек, вперед на правом наушнике нужно нажать три раза подряд кнопку. И, кстати, здесь становится понятно, что наушники перепутаны местами, потому что переключение происходит не так, как должно. Вот теперь на правом наушнике, нажимая три раза, переключается трек вперед, а на левом наушнике, нажимая три раза, переключаем трек назад, либо на начало. Кнопки нажимаются достаточно хорошо, но нужно немножко приловчиться. Чтобы переключить трек на кнопку, нужно нажать три раза. Если вы нажмете с какими-то промежутками, получится так, что комбинация либо два раза может сработать на громкость, либо один раз на паузу. В общем, надо немножко привыкнуть. Но если привыкнуть, то очень даже комфортно. В этих наушниках есть встроенный микрофон, и, возможно, некоторые думают использовать их как гарнитуру. Я пробовал, звонил некоторым людям. Бывало так, что один человек у дороги стоял, и он меня слышал. Но разговаривал с другими клиентами, они меня постоянно что-то переспрашивали. Поэтому рекомендовать их как Bluetooth гарнитуры я бы не стал. Микрофон есть, что-то передает. То есть, если прям вот руки заняты, но нужно что-то сказать и ответить. То есть, нажимаем на кнопку, происходит ответ, все хорошо. Но надо либо это сказать громко, чтобы это было хорошо и отчетливо слышно на той стороне, либо все-таки взять в руки телефон и ответить через телефон. Что очень удивило, так это радиус действия наушников. Телефон у меня оставался в одной комнате в углу, а в наушниках я уходил в противоположную комнату, в противоположный угол через стенку, и не было такого, чтобы даже один наушник начал теряться или пропадать. Работало стабильно. И, в принципе, кстати, сколько они у меня тестировались, я такого не видел, чтобы там одно ухо отвалилось или другое. То есть, они играют стабильно. Это тоже большой плюс. И по квартире в них можно свободно ходить, независимо от того, где лежит телефон. Они не теряются, то есть, хорошо работают. Я даже немножко этим был удивлен, потому что тестировались более дорогие наушники, Bluetooth-наушники, у которых радиус действия бывает 2-3 метра. Дальше отходишь, начинается уже потеря. У этих нет, в этом отношении прям твердая пятерка. Также к этим наушникам у нас есть кейс. Вставляется все очень удобно на магнитиках. Как только вставили, сразу же загораются красные светодиоды, которые сигнализируют о том, что пошла зарядка наушников. Причем здесь стоят магниты, и даже если переворачивать и потрясти, то не выпадает, все хорошо. Время работы наушников замерял их на той громкости, практически на предельной, на которой их можно слушать, потому что если делать слишком громко, то звук начинает очень сильно сливаться, и удовольствия, честно, мало. Но если подобрать оптимальную громкость, они достаточно хорошо играют, то и слушать более-менее приятно. И вот в этом режиме они проработали 4 часа. Как вытащил из кейса, подключил их, и 4 часа. Когда зарядил в кейсе, осталось в кейсе 2 деления. Поэтому можно рассчитывать, что когда наушники отыграют 4 часа, их еще 2 раза можно будет, примерно 2 раза зарядить от кейса. То есть в общей сложности их хватит примерно на 12 часов. Еще один приятный момент, что если вы ими не пользуетесь, послушали, просто положили, а они включенные остались, то через время они сами выключаются. Наушники легкие, около 4 грамм каждый наушник весит. И если говорить о том, как они сидят в ушах... В целом очень хорошо. Хотя один раз мы его потеряли. А сейчас давайте разберем наушники, кейсы и посмотрим, что внутри. На аккумуляторе вообще никаких обозначений нет. Вот все, что мы видим по управлению этим кейсом. И разъем зарядочки. Разъем на плате достаточно слабенько держится, я бы сказал. Поэтому эксплуатирую этот кейс, вставляя зарядное устройство. Лучше всего это делать в раскачку. Аккуратненько. Вставляем. И так же, когда вытаскиваем, покачивая, вытаскиваем. Это очень продлит срок службы этого разъема. А теперь сами наушники. Возможно, некоторые обратят внимание, что продавец говорит о том, что эти наушники обладают влагозащитой. Но если мы их разбираем, вот здесь прям щели, и никакой защиты нет. Идет сразу плата. Поэтому если вода выпадет на эту стену, она сразу же попадет на плату, и наушники мгновенно выйдут из строя. Что мы видим внутри? Аккумулятор, на котором нет абсолютно никаких обозначений. Плата управления с двух сторон. По пайке не могу ни к чему придраться. Все сделано хорошо, так качественно. Также мы видим магнит. Контакты для зарядки. И сам динамик. Кстати, у продавца на странице тоже есть фотография платы наушника, поэтому мы сравним, схожи они или нет. Вот такой состав внутри. На этом наш обзор подходит к завершению. Покупать или не покупать, как всегда, решать вам. Все, что смогли протестировать, мы вам показали. Но уже на подходе следующий видеоролик, это следующие Bluetooth-наушники, о которых мы скоро подробно расскажем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok